Мы считаем, что наступило исключительно ответственное время, время выбора и время активных действий. Меня крайне беспокоит, что у правительства и у «Единой России» нет конструктивной программы вывода страны из прилиц. Я внимательно ознакомился с материалами их съезда и с Гайдаровским форумом, стратегией, которую подготовил Кудрин для страны на будущее. Должен сказать, что ничего нового там нет. Как был бюджет 13 с копейками и триллионов, так и остается. Но развитие начинается с бюджета примерно 22 триллиона, лучше 25. Как не рассматривали наши предложения по наполнению доходной части, так и не рассматривали. Стратегия проста. Пусть нищие и бедные подтягивают пояса, а буржуи богатеют. Обратите внимание, миллиардеры только за последнее время только увеличивают свои капиталы. Что касается граждан, у нас за прошлый год добивалось 5 миллионов нищих. Таких темпов прироста нищеты в стране за 20 лет не было. Не может страна развиваться эффективно, когда рабочий человек чувствует себя плохо. Что предлагает правительство «Единой России»? Предлагает Кудрин на ближайшее время. Распродать последнюю госсобственной. Они говорят, что частник будет более эффективным. Посмотрите, как работает этот частник, насколько он эффективен, если взять даже крупнейшие компании. Все не вылезли из кризиса без мощной поддержки уливьянных государств. Дума принимает решение 3 триллиона рублей отдать банкирам. В результате фактически ничего не попадает в инвестиции. Последний раз было вливание 827 миллиардов. Попросил специальную счетную палату. Ведь мы выделяли эти деньги для того, чтобы они пошли в инвестиции. Чтобы работало производство, поддерживали реальный сектор, малый и средний бизнес. Помогали тем, кому плохо. И что вы думаете? Всего 4 с небольшим процентом пошли на инвестиции. Все остальное или в основной капитал, или по карманам, или за кордон. Что предлагает господин Кудрин дальше? Давайте повышать пенсионный возраст. Давайте все делать для того, чтобы и дальше обирали налоги. Я открыл все статьи, все налоги, которые сегодня обрушились на простого человека. Недвижимость, жилье, увеличиваются налоги по пятой части за 5 лет. Уже 60% тех, кто получает меньше 15% не могут платить за квартплату и коммуналку. Недвижимость, машина, бензин, солярка и керосин дорожают. Если нефть падала в цене, у нас дорожала. Нефть растет в цене, у нас дорожала. Только у нас такой порядок. Нигде ничего похожего нет. Дороги платные, стоянки платные, въезд платный. И куда ни бросишь, образование дорожает, медицина дорожает, продовольствие дорожает. Скажите, господа из Единой России, как можно выжить 72 гражданам из 100, у которых средняя зарплата месячная или доходы 15 тысяч рублей менее? Как может выжить ребенок, дети войны, когда средняя пенсия у них 12-14 тысяч? Вот объясните мне, каким образом можно провести модернизацию, когда вы тратите на образование и науку, надо минимум по 7% расходной части бюджета. Это знают все идиоты. Все, кто проводил преобразование, это знают. А у них в 2-3 раза меньше и будут сокращаться эти расходы в ближайшие 3 года. Поэтому мы подготовили программу «Действие в достойной жизни». Мы внимательно ознакомились с материалами, в том числе последнего съезда ЛДПР, когда вождь себя одного в списке выдвинул и сказал, он за всех будет вещать и со всех каналов только и льется его не очень связанная речь, мягко говоря. Поэтому мы считаем, что всем государственным патриотическим силам надо сложить потенциал. Мы готовы и с торговой промышленной палатой, которой мы подготовили закон о промышленной политике и стратегическом планировании, и с московским экономическим форумом, где нам много очень интересного и полезного. Мы готовы сложить со всеми творческими организациями, для этого есть потенциал. Мы подготовили закон образования для всех и целый пакет по наполнению бюджета и поддержке товарного производства. Мы показали пример, что 200 народных предприятий лучшие, но передайте своим начальникам, я не понимаю их логики. Ну вы тоже живете в нашей стране, а вы, то у вас тоже есть дети. Почему на 25 минут не показать фильм, как работает предприятие Грудинина, совхоз имени Ленина? Или как работает казансковкое предприятие, ставшее лучше Европы? Или что делает Лукашенко для того, чтобы коммуналка не рвалась и не взрывалась и так далее? Почему у Лукашенко весь машиностроительный комплекс работает, а у нас он кашляет и спотыкает? Или покажите, почему в Китае мы сняли два фильма. Они, когда мы летали на ракетах и лучше всех играли в хоккей, танцевали в балете, они ездили на острых и велосипедах. А сегодня 700 миллионов человек вывели из нищеты. Вы посмотрите на их города, на их дороги, на их транспорт. Мы первые 156 заводов им построили. Сегодня первые автомобильные им строили. Сегодня они 20 с лишним миллионов машин выпускают, не отверткой крутят, узлы собирают, как у нас, а полноценно от Мерседеса до Тойоты. Кто нам не дает реализовывать эту программу? Почему сумасшедшие деньги гонят за кордон, а не вкладывают в свое производство? Поэтому наша программа абсолютно конструктивна. Мы заинтересованы мирно, демократично выбраться из тяжелого положения. Но ситуация усугубляется. Людей научили молчать. Ругаются в курилке, робчат на кухне. Но в России долго так продолжаться не может. И обращаюсь к президенту через вас. В прошлый раз он, выступая с посланием и в Думе, сказал, мы заинтересованы провести выборы, которым бы народ доверил. Святейший выступает, потребовал объединить все лучшее из Святой Руси, Державной России и Советской справедливости. Выборов последних честных не было. Это была спецоперация, где каждому расписали свою партитуру и написали результат. У нас в Ашкирии почти 20%, а в Татарстане 5%, хотя ситуация совершенно одинаковая. У нас в Мордовии 5%, а в Мариэл 25-30%. Одномодатный округ. Почему? Потому что тут украли, а там не сумели. Поэтому надо готовиться к полноценным выборам, а не разыгрывать партитуру и заигрывать с Жириновскими, Навальными. Стыдно выступать кандидату от власти с такими кандидатами. Мы готовы выставить и команду, и реальную программу. Готовы выйти в честное соперничество. Причем сделаем это достойно. Без криков, шума и руганий. Мы можем это сделать. У нас есть для этого уникальный опыт и талантливые люди. Но я просил бы и у вас поддержки. Потому что не надо снова загонять в страну в 90-е годы. Тот анализ о том, что у нас все хорошо, он абсолютно не соответствует действительности. У нас сегодня далеко не хорошо. Поэтому нам надо сообща думать, как решить проблемы. Мы можем их решить, но для этого надо заниматься проблемами, а не пиаром. Такой страной, как наша, пиаром и демагогией руководить невозможно. И надо руководить умной головой, сильной властью и авторитетной справедливостью. Тогда будет все в порядке.